Ну вот, наша стиральная машина не сливает воду, не отжимает белье. В барабане вода и вещи все мокрые. На дисплее машинки ошибка 18, то есть по инструкции засорен откачивающий насос или сливные шланги. Принцип работы стиральных машин, таких как Zanussi, LG, Samsung, Bosch, в общем-то одинаковый. Вода из стирального барабана по внутреннему шлангу подается на откачивающий насос или по нашему помпу. И этой помпой поднимается вверх по сливному шлангу и сбрасывается уже в канализацию. Вот давайте вместе все проверим и устраним неисправность. Вначале обязательно отключите машину от сети, ведь береженого Бог бережет. И вот самое интересное место, куда нужно в первую очередь залезть, это корпус помпы. Открываем сервисный лючок, вынимаем шланг слива и подставив, например, тазик, сливаем оставшуюся в стиральной машине воду. Потом подкладываем тряпку и откручиваем крышку насоса. Можно подложить под стиральную машину и какой-нибудь плоский поддон, если он есть, если его не жалко. Очищаем все внутри от волос, волокон, шерсти, мусора. Ну и наверное счастливчиков ждет там внутри клад. Крыльчатка насоса должна свободно вращаться. Можно долезть и повращать ее пальцем. Теперь давайте проверим шланги. Хотя маловероятно, что они забиты, но все же проверим. Наливаем воду в барабан, а если дверца заблокирована, там находится белье, то можно налить в кюветы для стирального порошка. Вот видно, что вода свободно вытекает. Отлично! Теперь снимаем сливной шланг. Он грязный, идут туда ртом, не советую. Поднимаем его выше корпуса стиральной машины и тоже льем в него воду. Вот наша вода тоже свободно вытекает. Прекрасно! Собираем все как было и включаем режим слива. Уверен, что теперь у вас все работает. А вот у меня нет. Сливной насос гудит, но не вращается. Не слышно шума сливающейся воды. Кстати, у меня такие же проблемы начались и с посудомоечной машиной. И вот зимой у нас в Подмосковье тусклый свет и долго греет микроволновка. Вот если померят напряжение, то сейчас у нас 181 вольт в сети и это еще хорошо. Вечером в морозные выходные напряжение в сети падает даже до 170 вольт. Но что делать? Стирать руками мы отвыкли совсем. Поэтому стираем в будние дни, поздно ночью и иногда приходится вот так постукивая, помогать двинуться роторным насосом. За это, конечно, отдельное спасибо хочу передать нашему МОСЭнергосбитеру. Кстати, есть идея повысить напряжение отдельно на саму бомбу, чтобы вот так не будохаться. Если сделаю, обязательно выложу видео. Ну а на сегодня все. До новых встреч! Пытается он двинуться с таким напряжением. О, запустил. Вот так. Слышите, да, льется вода? Вот так вручном режиме приходится будохаться. Не надо вообще не помогать. Есть низкое напряжение.